Глава 6. Важное решение. 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 Глава 7. 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 Важное решение. Глава 8. Важное решение. Глава 8. Важное решение. Глава 8. Важное решение. Глава 8. Важное решение. Глава 9. Важное решение. Глава 9. Важное решение. Глава 9. Важное решение. Миром правят женщины. И он решил попытаться действовать через жену генерала. Он позвонил ей по телефону, объяснил суть дела и просил ее содействия. Она обещала поговорить с мужем, но посоветовала написать письменный рапорт об увольнении. Заготовив такой рапорт, он через день пошел к генералу. Генерал, как и в тот раз, молча выслушал его, взял рапорт, порвал его и бросил в мусорную корзину. «Я напишу рапорт командующему ДВО», — сопротивлялся Николай. «Пиши! В лесу деревьев много, бумаги хватит на всех. Пиши!» — ответил генерал. Написал в Хабаровск и стал ждать ответ. Ответ пришел скоро. «На его рапорте стояла резолюция. Ваш рапорт направлен командиру дивизии на его усмотрение». С этим письмом Николай направился в штаб. Командир встретил его вопросом. «Ты писал в округ армии рапорт?» «Да, писал», — был ответ Николая. «Мне пришел ответ. Там написано, на мое усмотрение. Я усматриваю, чтобы ты продолжал служить в армии и принял дивизию. Вот мое слово». И рапорт Николая снова полетел в корзину. «Я буду писать министру обороны», — парировал Николай. «Валяй, пиши, все равно придет ко мне», — не унимался генерал. Написал министру обороны. Ждал ответа с нетерпением. Наконец пришел ответ из Москвы. Опять одно и то же. «Увольнение производится по представлению командира дивизии. Обращайтесь к нему». С таким ответом Николай командиру не торопился. Тот сам вызвал его и, показав ответ из Москвы, разорвал рапорт Николая и снова выбросил его, как и раньше, в мусорную корзину. Николай с еще большим усердием начал молиться Богу и написал новое заявление с просьбой предоставить ему отпуск, думая, что дома что-то можно будет сделать. Но командир угадал его замысел и сказал, «В отпуск езжай хоть завтра, но в срок будешь снова здесь, в части, иначе тебя ждет военный трибунал. И не думай, что у меня к тебе будет снисхождение. Нет, я должен буду в случае твоей неявки в часть сообщить о тебе в округ армии, и тебя, как дезертира, найдут и будут судить по всей строгости закона. Так что выбирай – отпуск домой, служба в армии и генеральское звание или военный трибунал», – весело добавил он. «Выбор давно сделан», – мысленно сказал Николай. «Но как этот выбор осуществить?» И снова молитвы к Богу. В тот же вечер он слушал радиопроповедь на этот стих из Псалтыря. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Проповедник сказал, что эти слова в греческом звучат так. «Утихни перед Господом и ожидай, и Он исполнит желание сердца твоего». Николай ободрился, приняв эти слова, как Божий ответ на его молитву. Помощь пришла скоро. Жена генерала позвонила Николаю и сообщила, что она мужа своего почти уже уговорила, но ему самому стоит лично с ним встретиться и переговорить обо всем. Николай стал ждать удобного момента. Он исправно нес службу, замечаний не имел, его звено на учениях заняло первое место, все шло хорошо. Николай снова получил неочередное звание, но прежней радости не было. И вот однажды генерал сам зашел к нему. Николай сидел над раскрытой Библией и читал, не замечая тихо вошедшего командира. Тот подошел сзади и спросил, «Что читаешь?» «Библию». «О чем же читаешь?» Николай указал на вторую главу книги Неемии. Командир неторопливо уселся и стал читать. Наверное, он прочитал всю главу, так как времени прошло немало, да и вопросы были по теме. «Интересная книга Библия. В ней можно обо всем прочитать, исходя из настроения», удивленно сказал командир. «Да», — поддержал Николай. «Она отвечает на все важные вопросы о жизни и смерти». И прочитал ему стихотворение Никитина о Библии, свое любимое, измученной жизнью суровой. Командир внимательно слушал, затем заговорил. «Ты читал подходящее место из Библии. Оно для тебя как раз. Этот библейский человек — твой друг по печали. Удивляюсь я и ему, и тебе. Что еще ему надо было? Он не захотел быть при царе и пошел скитаться. Поменял хорошую жизнь на страдания. Тебя ждет такой же путь. Зачем?» Помолчав, Николай сказал, «Эта книга и для вас, а не только для меня. Здесь говорится о большом человеке, наделенном большой властью, царе, и о том, что он увидел печальное лицо своего слуги, и узнав причину его печали, пошел навстречу его желанию и отпустил его домой, в Иерусалим. А где страдания? Это понятие относительное. И цари страдают, и генералы тоже, а бедные радуются. Главное, чтобы в душе был полный мир и удовлетворение жизнью. Остальное не так важно. Я тоже страдаю. От доброго царя все нет. Я знаю, что царя уговорила царица. Пойдем к моей царице, в кавычках. Что она скажет? А ты возьми с собой Библию, и ей тоже это прочитаешь». Лидия стояла на пороге своей квартиры и улыбалась. У Николая отлегло от сердца. Значит, все будет в порядке. Когда уже сидели за столом и пили чай, генерал предложил, чтобы Николай прочитал то интересное место из Библии, которое он читал у себя. Прочитав им всю вторую главу книги Неемии, Николай стал просить отпустить и его домой. Жена генерала поддержала эту просьбу и сказала с раздражением, «До каких пор ты будешь издеваться над ним? Что ты ему душу изматываешь? Посмотри на него, осунулся, похудел. Уступи его просьбам и отпусти его к матери вдове». «Я не издеваюсь над ним», оправдывался генерал. «Он мне нужен, потому я и не отпускаю его». «А разве проверенный виночерпий не нужен был царю? Но он отпустил его, потому что не хотел, чтобы тот страдал», проговорил Николай. «Ради Господа, прошу вас, отпустите меня. Это вам зачтется перед Богом». Некоторое время сидели молча. Каждый был погружен в свои мысли. Наконец генерал встал и тихо сказал. «Ну, быть по-вашему, моя царица и мой брат. Езжай домой, только не забудь нас. Молись за нас». И сел. Николай заплакал от радости. Подбежал к командиру, обнял крепко и поцеловал его в лысину. А Лидии поцеловал руку и поблагодарил ее за сочувствие и содействие. В тот вечер Николай уснул нескоро. Но когда уснул, то спал сном праведника, не просыпаясь. Шел 1958 год. Год, когда согласно приказу министра обороны в силу вступило сокращение армии в СССР и увольнение из ее рядов сверхсрочников, офицеров по болезни и не имеющих высшего образования, а также желающих. В числе последних был и Николай. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя». Псалом 30, стих 20. Прочитал он тот вечер и горячо поблагодарил Бога. Всякий раз, вспоминая свое увольнение из армии, Николай повторяет слова известного гимна. «Если в бурях жизни дух твой удручен, тучами уныния путь твой омрачен, вспомни, сколько милости Господь явил, удивляться будешь, что Он совершил». Бремя ли заботы на тебе лежит, тяжкое ли горе душу тяготит, милости, как вспомнишь, вознесешь главу, сбросишь все сомнения, воспоешь хвалу. Милости Господни, вспоминай, считай, все их до единой в сердце повторяй, вспомни, как Он щедро наделил, удивляться будешь, что Он совершил. Слава Богу, что Его милости и сегодня еще не иссякли. Их нужно видеть и благодарить за них нашего любящего Господа.